В Косово напали на полицейских. Премьер объявил спецоперацию. Премьер Косово Альбин Курти заявил о проведении силовой операции против по меньшей мере 30 вооруженных людей. Это произошло из-за нападения на правоохранителей, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Коха, демонстрируя фотографии на пресс-конференции после заседания Совета безопасности Косово. Курти сказал, что вокруг монастыря в Баньске находятся вооруженные до зубов люди с военной техникой в масках, которые, по его словам, стоят за нападением на Косовскую полицию, есть по меньшей мере 30 вооруженных до зубов людей, профессионалов, военных или полицейских, которые находятся в окружении наших сил полиции, и которых я призываю сдаться нашим органам безопасности, пояснил он, премьер отметил, что организованные преступные группировки атакуют Косово при политической, финансовой и материально-технической поддержке Сербии. Задержание правонарушителей после смерти полицейского и ранения трех его коллег в деревне Баньске в Звичане была проведена спецоперация по задержанию нападавших. Полиция подтвердила, что трое нападавших были убиты, один нападавший был арестован и еще были арестованы четверо подозреваемых, у которых были обнаружены средства радиосвязи, значительное количество оружия, амуниции и различного снаряжения. Ситуация в Косово. В северных муниципалитетах страны проживает около 50 тысяч этнических сербов. В конце весны там прошли промежуточные выборы мэров. Местные сербы проигнорировали их, поэтому победу одержали этнические албанцы. Это привело к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией Косово. Добавим, что после этого президент Сербии приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово. НАТО направило в регион миротворцев, однако около сотни военнослужащих Североатлантического союза были ранены. Впоследствии количество военнослужащих НАТО в регионе увеличило до 4500 человек. Напомним также, что премьер-министр Косово Альбин Курти назвал условия для проведения перевыборов, чтобы снизить напряжение в регионе, а также заявил в августе, что власти уменьшат на 25% количество полиции в регионе для деэскалации, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.